типа я ему рассказываю я сделал реально камин аут перед ним что типа блять с вами ассоциируется одна из самых страшных историй в моей карьере гоша скажи ты устал устал ли я я жестко устал я просто невероятно вы же загавкаете на все это запрещение вы я не в невероятном заебе я просто дико устал нужно два дня вытерпеть и все просто я выпал из-за короны на месяц в работы и мы очень дико все восстанавливаться мне идут съемки продажи школы подготовка всего ну то есть очень много всего происходит и я хочу очень сильно просто сделать тебе digital detox я хочу процитировать тебя блять откуда вообще что у нет перед тем как мы с тобой договорились на эту запись мне дали твой телефон добрые люди я начал тебе писать и ты сказал чувак я приду но хочу чтобы мой выпуск был самым разъебным по картинке тогда я готов прям так я написал разъебным тебе пока что нравится все как до кроме света выклють включит включит то что же я тебя должен разочаровать он будет гореть на протяжении всей записи разочаровал меня у меня есть кое-что я так много сюрпризов сразу выдаю цитаты и картинки хочу а ты ходил на улицу спрашивал что люди по поводу меня думают очень давно мучает один визуал давай очень сильно мучает один визуал но не а мы разве не представляемся не говорим типа кто мы или как вы это делаете если ты хочешь ты можешь ты зря я просто прошу как я предъявляю чтобы я представился нет нет ты признаешь на как-то завод кстати я зовут влад ребята это мой подкаст это мой гость гоша карцев это антон и я на убери руку я на него работаю сегодня из гор не поднимаю больше на тебя сегодня работать этот визуал связан с тем как бы ты выглядел если бы у тебя были волосы на голове и на лице это моя фотография или это photoshop привет женщика да это правда еще тюма там говорили об этом уже когда постоянно подписчики мне говорят что мы два одинаковые очень похожи дико похоже я не понимаю где кроме роста может быть но но вы не пробовали наложить волосы тебе фотошопом на лицо и ты попробовал я попробовал вот что получилось нет не пробовали жить как любовь моя хороший человек добрый еще меня очень всегда два человека еще с которым сравнивают мне говорят все время что мы звучим одинаково с роговым если типа не включать видео то непонятно кто говорит у вас не похоже было и мне говорят что я если в парике то я чума-вечеринка если чума в парике она чума-вечеринка тоже а можешь жене передать ты хочешь его сфотография прокомментируйте в комментариях похожи ли два комментатора друг на друга евгений калинкин и георгий карцев прости какой вопрос про то что ивлеева копирует дуали по очень часто и пишут об этом что я где об этом говорю не ты не ты в люди в интернете видео где это говорено не вышло как можно так очевидно все копирует это абсолютно нормально мы живем в эпоху цитат и это классно ничего нового не придумывает и игла крутые визуалы это просто люди у которых огромное количество информации в голове они производят уникальный контент правильно с ней работая конечно когда в один в один это совсем странно но так было всегда есть классный фильм на ютюбе называется ремикс он бесплатный просто том как бесплатный он на том как вообще в принципе он 40 минут по моему идет о том как люди все время все в музыке везде берут сэмплы тогда это нормально я не вижу в этом никакой проблемы просто главное когда ты собираешь внутри себя информацию а потом по итогу вы не могли бы не пиздеть на заднем плане у нас подкаст вообще-то если что что как ты просто собираешь внутри информацию производишь свой собственный уникальный в данном случае контент поэтому тут вопрос не копирование а источников и качество этих источников то есть копирование то окей просто вопрос к источников которые ты потребляешь окей но не не так ли это галима выглядит когда вот человек супер известный как настя копирует такого же супер известного человека и как будто бы делает вид что ничего не происходит или в этом ничего страшного во первых это не так все прямо как ты говоришь а во вторых дуали по тоже кого-то копирует ну то есть а то человек с которого наберет референсы тоже в свое время кого-то копирил мы сейчас живем в эпоху двухтысячных и как бы и дуали по и настя оттуда черпают вдохновение не друг друга не копирует совсем но настя и влеева ты знаешь выглядит просто актуально так как она выглядит сейчас модно раз мы уже ее разбираем и она девчонка которая делает актуальные вещи поэтому конкретно если разбирать на ее примере я не думаю что мы можем сравнивать их двоих потому что все таки дуали по мне кажется у них разные стили все-таки у нас он более гранжевый и она совершенно в этом выглядит бля нативно плохое слово не лично гармонично спасибо спасибо активно и гармонично это вообще не про но мы гармонично мне кажется у него разные эти слова ну конечно почему но потому что нативно не всегда гармонично а гармонично не всегда нативную объяснил это не понял да чем но нативно это когда незаметно но типа того гармонично ну то есть по твоему гармонично это всегда когда ты сочетаешься типа с природой там сливаешься с кем-то или что когда ты уместен в своем образе не чувствуешь дискомфорта у тебя было такое когда ты чувствовал дискомфорт в своем образе Конечно, от нее огромное количество раз. Один из моих самых любимых примеров. Я однажды вел передачу на СТС, которую никто не видел. И этого нигде не найти. И меня заставляли наряжаться прям в стилиста. Ну, то есть носить очки, шляпы, рубашки с цветами, знаете, с какими-то узорами. Вот я себя чувствовал супер. И рассказывать про тренды, типа, как подбирать очки. И я чувствовал себя так нелепо, но это был крутой опыт. А зачем же ты подписался на это? Ну, как будто бы, это было лет, я не знаю, сколько назад, 7, может быть, 8. А что, ну, типа, тебе предлагают работать на телеке, ну, как бы СТС, и ты думаешь, что отказаться, что ли, что дурак? Такая была мысль у меня. Не было никакой мотивации. Просто пошел на кастинг, утвердили сразу. А что я говорю? Я работал на Первом канале человеком, который в Добром Утре. Есть такая передача под названием Доброе утро на Первом канале. И у них есть рубрика «Полезные советы». Я там был мастером. А Костя Анисимов там же работал? Нет, Костя Анисимов работает в «Вечернем Мургане». Нет, он тоже, мне кажется, где-то что-то делал. Нет, 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 нет. Подожди, я перепутал историю. Ты это рассказывал в подкасте? Да, да, было. А в каком? С Костей Анисимов, возможно, я это и рассказывал. Ну, вот как будто я это уже где-то слышал, эта история. Да, и у меня, в общем-то, нет претензий к людям, которые хотят поработать на телике ради эксперимента. Ты тоже работал на утренней передаче, я тебе отвечаю. Ну, он, наверное, не на Первом канале это делал. На Первом канале, да, 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 да. Какой-то совет, и там тоже такие. Вот спроси у него, правда. Может, я гоню, но мне кажется, нет. Просто все вот эти вот ситуации, когда надо сломать себя, это же очень, типа, странно. Или, по-твоему, в один момент должен произойти вот этот вот перелом, и ты только после этого начнешь чувствовать себя ок. Ну, вот когда ты такой, я пойду работать на СТС, и в один момент ты понимаешь, что это полное говно, и начинаешь переосмысливать все, что ты делал до этого, а потом становишься вот Гошей Карцевым, тем, кем ты стал сейчас. Я же просел. Понимаешь, он меня троллит просто и перестал. Ну, правда, я просто, вы не понимаете, время часа, почти ночь, и, типа, Владе пытается от меня чего-то... Грузить какой-то хуйню. Да, типа, что? Давай, короче, короче, вопрос. Смотри, сейчас я попытаюсь сформулировать. Нужно ли себя переламывать, ты хочешь спросить, если ты хочешь... Нет, я хочу спросить... Если тебя требует эта работа, или что? Не совсем, ну, то есть в один момент ты понимаешь, что делаешь какую-то хрень собачью, и ты кто-то может признать, а кто-то не может признать это. Да, и многие не признают. Да. Передача закрылась, если тебе интересно. Всем ли нужно это признавать? Как это выбор каждого? Как ты это понял? Я никогда не делаю то, что мне не нравится. У меня есть принцип работы, и я, ну, я чую, если я даже начну что-то делать, все пойдет по пизде. То есть я поэтому, даже если вписываюсь, у меня вдруг какое-то что-то меня занесло, затуманили глаза, то все идет к черту сразу же, потому что я очень честен с собой, и если меня бесит проект, мне очень сложно сделать классно. Ты часто бываешь дома? Всегда. Не в Москве, а там, где ты родился. Да. Очень редко, к сожалению. Скажи, там стиль молодых ребят отличается от того, что есть здесь? Нет. А ты, когда ты бываешь в регионах, ездишь с лекциями, например, ты замечаешь отличие людей в стиле? Это ты сейчас так говоришь, потому что ты лукавишь. Нет, просто тупой вопрос, мне он не нравится, честно тебе могу сказать, но отличий никаких, это стереотип, это не к тебе претензии, он очень популярный. Что в регионах все в порядке, потому что есть онлайн-шоппинг, и масс-маркет есть везде. А Чендем есть в Владивостоке, Зара есть в Владивостоке, и там люди спокойно одеваются, и поэтому тренды доступны. И есть еще огромное количество магазинов, шоурумов, Китай и так далее. Поэтому в целом здесь в регионе, в регионах вообще, в целом нет никакой проблемы. Есть другая история по поводу индустрии красоты, потому что там тренды немного отстают, и люди, ну и в Москве тоже таких можно встретить, наращивают ресницы, волосы и делают какие-то себе гирби пертрафиранных. И надевают меховые жилетки. Жилетки в Москве тоже надевают. Я месяц назад увидел первый раз, еще было довольно тепло, девушку в меховой жилетке и понял, что все, пора уже как бы передеваться. Ну вот я как раз к этому и подвожу, потому что богатый человек в регионе контрастирует с богатым человеком, например, в той же самой Москве, потому что вот этот вот тяжелый люкс знаменитый, он, блядь, там очень сильно выделяется. Когда я приезжаю к себе в Ижевск, очень легко отличить богатого человека от небогатого, потому что вот эти вот сумки Луи Виттон, меховые жилетки, очки на пол лица, и человек таким образом, ну то есть при наличии денег у него отсутствует вкус. Это не в регионах, это в России в принципе. Ну, ты знаешь, здесь это не так сильно, по крайней мере, мне бросается, возможно, я... Нет, ты просто находишься в бабле, ты не ходишь туда, где ходят люди в Москве, которые хотят показать свой статус вещами. Ну, где ты бываешь, где ты видишь людей вот с Луи Виттоном. Ты ходишь в... где кальяна курят. Конечно, бывает, да. Но я не могу сказать, что, опять же, возвращаясь к гармоничности, не могу сказать, что это не гармонично. В целом они как бы сочетаются со всей архитектурой, которая их окружает. А вот, допустим, в Ижевске обычно хрущевочки... Я не был, к сожалению, в Ижевске, и не могу сказать, но... Это какая-то... Не везде можно прикопаться к людям, может быть, просто это более остро бросается в глаза, когда вокруг хрущевочки, а по факту у нас таких персонажей огромное количество. Вот есть канал Дымоход, можно посмотреть, как у нас люди вот с ума одеваются, и все понять. По поводу прикопаться, ты же жесткий сноб, Гоша. Вот это интересный момент, знаешь, почему? Это интересный вопрос, скажи! Я могу сказать, мне Макс Шишкин написал... Это типа ты от Макса, да, взял историю? Какую? Я не могу открыть, потому что там, где мы снимаем, нет интернета... Подожди, он тебя предупредил, что я ему писал по поводу того, что мы будем снимать? Нет, он сказал, что вы увиделись как-то. И он мне написал, типа, говорит, я так рад, я говорю, а что ты радуешься, ты типа Макс? Это вообще было вне контекста, мы просто переписывались в Инсте. Он говорит, ну, это круто, что ты придешь, потому что... Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что все думают, что ты сноб. Жесткий. Он мне написал, жесткий, да. Жесткий, так и есть. И типа, и ты меня раскроешь по-другому. И я такой думаю, во-первых, откуда Макс? Откуда у Макса такая инфа? И думаю, неужели люди думают, что я сноб, а потом дают, да, посрать. Ну, как бы, окей, whatever. Подожди, как ты это чувствуешь? Ты не замечаешь? Я не понимаю, что такой сноб до конца. Типа, я сру всех в интернете. Ну, вот, допустим, на примере того, как развивается наша запись на протяжении какого-то времени сейчас, есть ощущение, что тебе хочется немного пойти в противовес и сделать что-то в разрез. Как будто бы вот если тебе не нравится, ты начинаешь такой, типа, бля, ребята, что за говно, ну, то есть ты... Где, где, скажи пример мне сегодняшний, вот как мы готовили, что, типа, что? Ну, типа, вот не надо так, вот не делай так, чувак, бля, какая-то хуйня. Я никому не сказал это. Ну, вот только что, когда мы с тобой разговаривали до этого, типа, хуёвый вопрос, чувак, следующий, не разговаривай со мной с такими формами. Нет, я тебе просто... Это же, в смысле, это самоирония, чувак, я тупой, и я не понимаю, что ты от меня хочешь. Хорошо, у меня есть пример, когда мы с тобой стояли и курили. Это интересно. У меня подруга как-то устраивалась тебе на работу. А, вот, ты мне рассказал, ну давай, ничего. Это моя девушка? Нет, нет, она мне сказала, что это был самый пиздецовый пиздец, потому что меня изначально предупредила уже помощница Гоша Карцева, что начальник очень тяжеленький, будьте готовы с ним работать. По-моему, ты искал себе ассистента, если я ничего не путаю. И когда она дождалась тебя на протяжении минут сорока, она сидела, ждала, по-моему, в приемной или где-то, я не знаю, какой у вас там офис. В приемной, да, у меня же там, типа, дома. Да, секретаре. Она к тебе пришла, и ты такой, что, блядь, у тебя такая сумка, серьезно, и ты пришла вот так вот ко мне. Пиздец. Ну садись, ну расскажи про себя, откуда ты. И что, а за сколько сумку купила? То есть, примерно так это было транслировано мне, и я это очень хорошо запомнил. И с людьми, с которыми я общался после, узнавая про тебя из, как бы, уст в уста, я получал примерно ту же информацию, потому что Гоша, он очень классный, очень веселый, но у него есть вот этот вот хм... Слушай, я не буду здесь оправдываться, потому что это, типа, сплетня. Ну, то есть, как бы, типа... Да, такого не было? И не могло быть? Нет, я даже, знаешь, как скажу, я даже не буду ничего комментировать по этому поводу, потому что, ну, пускай твоя подруга останется при таком мнении, как бы, мне окей. Окей, хорошо. Просто есть важный момент, с которым сталкиваются, возможно, люди, когда в разных ситуациях со мной, потому что есть Гоша Карцев, который в социальных сетях и на YouTube, типа, хай, чик-чик, привет! Это первый образ. Второй есть образ, когда я, собственно, спикер и куратор в школе. То есть, когда я преподаю, у меня очень четкая задача, мне нужно максимум вложить в людей разными способами, и, соответственно, у меня там очень четкая дистанция, потому что я тебе преподаю, и ты мне не друг, как бы, да? То есть, мне нужно, у меня есть время, мне нужно много, чтобы ты сделал, и я максимум своими методиками попытался сделать. И второй есть момент, когда я работаю с человеком, и тут, как бы, sorry, то есть, я супертребователь на команде, и да, я тяжелый пассажир, потому что мне хочется, чтобы все работали на максимум. Я плохой менеджер, я это, все знают, кто со мной работал, что, как бы, это нелегко. Но, чуваки, добро пожаловать в мир моды. Если вы смотрели фильм «Дьявол носит Прада», ровно все точно так же. Ну, то есть, и эта история, пусть я не буду вообще ее комментировать, но пусть это будет так. Но ты не заимствуешь, опять же, что-то из «Дьявола носит Прада», то есть, ты не транслируешь, опять же, чей-то образ начальника, потому что где-то ты это увидел. Или ты пытаешься реально быть максимально собой. Когда я устраивался на работу, те люди, которые меня воспитывали, тогда фильм не вышел еще, понимаешь? Хорошо. И индустрия вообще, в принципе, довольно снобская. Она очень эгоистами управляемая. И я это вообще не отрицаю. Но если тебе кажется, что я реально, ну, собеседую, типа, людей по «какая у тебя сумка?», это вот реально уже вопросики. Это скорее не про собеседование человека «какая у тебя сумка?», а про собеседование настроения. Когда ты можешь себе позволить каким-то образом отреагировать на человека, если тебе вдруг что-то не нравится, и у тебя какое-то переживание. То есть ты такого не может быть, по-твоему? Нет, знаешь, есть другая история. Люди, которые идут в моду, очень грезят тем, что это невероятная просто индустрия. Я был точно такой же. Когда я пришел, что самое удивительное, вот этот полный цикл, когда я пришел устраиваться на работу, у меня был черный телефон Nokia в стразах. Друзья, я сам их наклеил. Я вообще не знал, что такое Dolce & Gabbana. Типа, как вообще работает индустрия. Но я был супер амбициозный и наглый человек и попросился кофе носить. И по итогу, как это... Мне казалось, что я, в принципе, модой интересуюсь. Ну, как будто бы там я, типа, шмотки покупаю. И это все. И люди, которые приходят устраиваться на работу, они думают, что мы сидим на подкастах, побухиваем, красиво наряжаемся, и это все. И многие люди не понимают, что это на самом деле суперсложная работа, где ты выкладываешься по максимуму, и твое... Это абсолютно такая же карьера, как и все, суперсложная. И все приходят, и все хотят сразу же стать звездой. Все хотят стать главным редактором, все хотят стать фэшн-директором, все хотят сейчас стать стилистом. Слава богу, уже нет, но блогером, например. Все хотят миллионы подписчиков, и никто не понимает, какое количество труда туда вложено. И когда они сталкиваются с индустрией и с нормальным взглядом, например, со мной, ненормальным, да, допустим, они как бы такие, блядь, а что тут, не носят на руках, и разве тут вопрос не тому, как, типа, я выгляжу, понял? Так вот о том и речь, что ты это делаешь намеренно, чтобы человека осадить, чтобы... Что это? Эй, типа, не надо к нам приходить вот так вот с таким напалом, блядь. Мы тут вообще-то с самого начала грызли землю. Да, я не осаживаю, и это не снобизм. Я говорю конкретно, что, типа, это въебывание. Ну, то есть любой человек, который к тебе приходит, говорит, типа, чувак, ну, это... Тебе записать подкаст, здесь, ребята, в 18 камер сейчас приблизительно находятся. Это не просто, типа, сесть на коленке и записать на iPhone что-то. Это реально работа, где ты пашешь, и ты четко понимаешь, зачем ты это делаешь. Да, но тут вопрос, опять же, момент донесения информации. То есть ты же можешь это сделать, Чушь. Типа, вот, ребята, не надо, и все. А можешь человека таким образом, типа, через унижение, понимаешь? Ты мне хочешь навязать историю того, что я в этом собеседовании кого-то унизил. Никогда в жизни. Я сейчас не конкретно про это собеседование. Расскажи тогда, как я унижаю людей. Я спрашиваю у тебя, бывало ли такое. Унижаю людей за их внешний вид? Нет, за то, что они делают не так. Хочешь, давай подеремся? За то, что они... Я могу лезть советом, как ты сегодня видел, понимаешь? Да, я сейчас именно про твою индустрию спрашиваю, про твою работу, про то, как ты руководишь людьми, про то, как ты можешь быть неприятным человеку. Когда я начальник, я неприятный человек. Я очень четко это, и все знают. Ну, то есть я предупреждаю, что со мной не как бы легко. Я человек настроения, я супертиран, но я отвечаю за то, что я делаю, и поэтому это окей. Я пытался себя изменить, и в августе я понял, что, ну, типа, сори. Ну, у меня были реально очень большие загоны по этому поводу, что я давлю на людей, и так далее. Я просто понял, что я дал полную свободу своему коллективу, потом охерел от того, что они натворили, и как бы понял, что сори, тиран остается. И как бы меня это устраивает? Ну, просто тусовались хорошо, время проводили. И в офисе в твоем? Да нет, у меня офисе, дома все работаем сейчас. Ну, типа, просто делали работу. И потом все отхватили. Ну, то есть, как бы я тиран, списки дел, дедлайны, объясни, почему ты это не сделал. Я супер жесткий. Это эффективно? В моем случае, я не знаю, как по-другому, и не хочу перестраиваться. Мне это не нужно. Понял? Понял? Я просто на таком сейчас формате, когда я пытался, еще раз говорю, стать классным менеджером, но я понял, что это не мое, я не управленец, я творческий человек, и я пытаюсь что-то делать. Это единственный способ, как я могу это делать. И я могу пожертвовать. Люди сами выставляют границы, понимаешь? То есть, если человеку я скажу что-то, он ко мне, он мне может ответить и скажет, что вот это перебор. И такие были случаи, когда ко мне подходили сотрудники, я всегда стараюсь разговаривать, они говорят, наборщил. Я говорю, сори, я не понял, извиняюсь, я больше это не делаю. Всегда. Что всегда? Говоришь, сори, я был неправ. Если мне указывает момент, когда я что-то делаю не так, и я это не осознаю, я всегда извиняюсь. Ну, ребят, я вообще супер сладкий, по сравнению со всем, что в индустрии происходит, поверьте мне. У тебя есть формулировка совершенно прекрасная под названием «Эмо осень». Я видел это все. «Эмо осень заебала». Где такие цитаты? «Сколько можно, грусть, ничего не охота делать, жопу поднять лень». А, я хотел на ручки. Я писал, я не ссором «Эмо осень». «Водочки и на ручки». Единственный способ, в котором я могу работать, единственный способ, в котором я продуктивен, это дедлайн, когда горит жопа. И это было всю жизнь так. Я думаю, что не только у тебя такое. Да, но это... И все, точка. И я знаю, что если завтра мне нужно что-то сдать, я это сделаю завтра, прям вот за минуту после того, как дедлайн пройдет. И это единственный момент, поэтому я всегда продуктивен в два месяца. Это сентябрь, когда у всех все горит в моде. Ну, по крайней мере, в многих индустриях. И март. Все, я знаю, что август это жопа, никому ничего не нужно, мне тоже, соответственно, ничего не нужно. И январь, февраль тоже, типа, привет, всем приветики, жрем, оливье. А на Бали. Вот. Поэтому я знаю, что я... Поэтому единственный способ, когда я могу вернуться к продуктивности, это когда у меня вообще нет времени. Вот сейчас, типа, я в час ночи сижу на подкасте. Ну, типа, серьезно? Ну, да. Это первое. Второе. Тот момент, когда я... Я вот с психологом много работаю и могу сказать, что я еще... И мы с чумой вот недавно чуть не посрались из-за этого, что грустить и не хотеть ничего делать, это окей. Поэтому просто я научился ценить и то, и другое время. Про психолога или психотерапевта? Психотерапевта. Расскажи, как ты пришел к этому? У меня, к сожалению, случилась трагедия в жизни. У меня умерла мама, и я очень ушел в работу и понял, что я выгорел. Очень было тяжело. И я ушел, типа, просто в похоту, разосрался со всем своим окружением и в какой-то момент очень вовремя понял, что у меня депрессия. И, соответственно, с терапевтом из нее вышел. А сейчас вернулся, потому что там есть какие-то у меня интересные запросы на эту тему. Очень крутое интервью по поводу депрессии у Шихман с стендап-комиком Юли Ахмедовой. Ты, может быть, смотрел его? Нет. Я не смотрел ни одно, кстати, интервью в Шихман. Очень важно людям донести тот момент, когда ты можешь профукать эту депрессию. Как ты понял, что вот это пиздец и мне нужна помощь? А у меня есть одно из моих, наверное, я понимаю сейчас, что это гордость, но у меня не было поиска самоопределения в жизни никогда. Извини, самоопределение. Ты про цели конкретно? Нет, я понимал всегда, что я буду в шмотках. В шмотках, в глянце, в светской хронике, в чем-то таком. Так, а... То есть, знаешь, у меня не было поиска себя. И я очень горжусь тем, что я кайфую от своей, люблю свою работу. То есть у меня нет такого, что... И у меня очень... Я даже не могу вспомнить, когда у меня было, бля, я еду на работу, состояние вот такого. Да, я поддерживаю, у меня такого тоже не было. И я очень это ценю. И единственная зацепка у меня с жизнью была моя работа. То есть я приезжал в офис, и как бы... Который я сам сделал, который, типа, там, знаешь, каждый гвоздь забит практически мной. Я очень это уважал. И я в какой-то момент приехал, и у меня был всегда каждый день один и тот же маршрут. То есть я все время проводил в офисе, и меня даже друзья не могли оттуда вытащить. Они понимали, что лучше прийти ко мне, потому что я там в субботу, в воскресенье сижу с утра до вечера. И я подъезжаю к подъезду своему зданию офисного, отменяю адрес, и еду назад домой, и ложусь. И я понимаю, что я не хочу ехать на работу. И тогда мне стало страшно, потому что я лег, и понял, что единственная зацепка с реальностью это работа. Она пропала. То есть мне не хочется на нее ехать. И тогда я сел, лег, и понял, что если я выйду в окно, это страшно звучит, но если я выйду в окно, как бы ничего не изменится. А ты постоянно думал о том, что можно... Я не думал. Я просто в этот момент поймался на мысли на то, что типа все, пиздец, жизнь, боль, я выйду в окно. А просто я понял, что у меня в принципе, ну как бы я понимаю, что если вот я сейчас есть, и меня нет, мир не изменится. И тогда я понял, что вот это вот реально уже типа странненько. И в гугле нашел терапевта, и все прекрасно. Алла, привет. А ты до сих пор думаешь, что если тебя не станет, что-то поменяется? Хотел процитировать Басту, не могу, не вспомню. Дети будут говорить голосами. Короче. Нет, только нет, нет. Я могу тебе сказать, что у меня суперкрутое чувство, у меня отношение к смерти очень классное. Я знаю, что есть люди, которым, ну моя сестра, например, моя семья, которым это будет тяжело, и я бы не хотел ради них уходить из жизни, ни в коем случае. Но я понимаю, что я уже сделал столько всего для других людей, что и столько вложил в огромное количество благодаря своей работе, школе элементарно, что если меня завтра не станет, типа я выполнил уже свой долг, и как бы я себя чувствую супер. Но это не значит, что я хочу уйти из этого мира. То есть у меня как бы такое к этому отношение, ну это просто, это окей. у меня нет страха смерти. Да, но оно же пришло не сразу. То есть так или иначе, через потерю близкого человека ты переосознаешь и переосмысливаешь то, что может не стать тебя, и что дальше. Ну как раз таки, наверное, в этот момент... Ты знаешь, например, канал на YouTube, это такая история, если сейчас упадет световой прибор, и все. А он может упасть. Да, он может, я уверен. Антохи. То как бы все классно, потому что даже то, что у меня есть, ну там, не знаю, 60 или сколько я это ролик, ну 60, что ты загнул, ну сколько-то роликов на YouTube, это прикольно. И типа этого достаточно. И я уже там что-то заложил. Или мои все выпускники. И мне как бы от этого классно. Понимаешь? Да, но всегда ли оставить что-то после себя есть цель жизни? Это очень важно. Мне лично. И у меня эта амбиция, ну как бы зачеркнутая. Чем тебе не понравился подкаст с Чумой вечеринкой? Ты мне хотел предъявить. Да, почему? Я не стал смотреть его, когда только Чумой выложил. Потому что... Это один из моих любимых вообще подкастов. Потому что, сука, локация. Охуительная локация. Я когда смотрел на это, я думаю, серьезно? Ну да. Ну это... Я же визуал, и мне очень важна картинка. Она может быть недорогой. Она должна быть вкусной. А это какое-то то, от чего мы все так долго бежали. А вы типа как бы пытаетесь на этом романтизировать. И это не выходит совершенно. Это до такой степени неуместно. Почему? Когда сидит Карина истомина, а сзади нее гитара и мишка олимпийский, это вообще типа... Ну зачем? Там был олимпийский мишка. Ну что-то такое там стояло. Вы сами пересмотрите, короче, этот выпуск. Ну в общем. И этот, этот... Или когда сидит Сэм, и вот это вот все какие-то... Дверь, холодильник. Меня бесила локация, честно могу тебе сказать. А ты не воспринимал это как мою квартиру? Это не похоже на твою квартиру. Ну понятное дело, что это явно не твоя квартира. Многие люди мне говорили, серьезно, это не твоя квартира? Ну хорошо. Я просто видишь, что с другой стороны кадра, поэтому... Ты только не смог из-за этого смотреть? Да, для меня это очень важно было. О, Господи. Хорошо, тогда про насмотренность. Насколько важна насмотренность? Окей. Это супер важна. Это главный принцип, который я транслирую. Это слово, кстати, мне кажется, я сделал популярным. Я уверен в этом, но почему-то все отрицают. Я впервые услышал имя Гоши. Хорошо. Согласен. Ты вообще супер сейчас сказал. Молодец. Короче, это слово, знаешь, как случилось, когда я только начал школу в каком-то году в Петербурге экспериментировать. Мы с моей подругой, у нее была бьюти-школа в одной комнате, в другой у меня была школа стилистов, и она жила же в этой квартире. Вообще насмотренность это термин киношников. Ничего подобного. И мы пытались сформулировать тот посыл, который я закладываю в образовательный процесс. И мы придумали это слово на полном серьезе. Мы брейнстормили на то, как это сказать, как сформулировать то, что я хочу. И мы просто сложили слова. То есть мы как-то играем с словом смотреть и потреблять. Да, мы на и смотреть сложили. И мы поняли, что это супер тупое слово. И в какой-то момент я начал угорать по поводу него, и люди очень резко на него реагировали. Это был типа 2000, ну какой-нибудь десятый, например. А потом это пошло в народ. И мы даже четыре года назад хотели, не было статьи на Википедии по этому поводу, и мы хотели завести и углубиться в изучение, откуда пошло слово. Мы нашли только один источник. Но по итогу это все разрослось, и мне уже пишут, да я вообще видал это слово сто лет назад. Мне интересно, на самом деле, как этимология это называется, происхождение слова. То в какой-то момент мои друзья медийные начали его использовать, там кто-то написал в книге два раза, еще что-то, и это ушло в народ, и типа сейчас дизайнеры, кстати, очень много мы мониторили, недавно опять этот вопрос, дизайнеры очень много говорят по этому поводу, что типа насмотрен дизайнеры интерьеров, дизайнеры графические, киношники, но Макс, кстати, ни разу не сказал его. Не, я от него, кстати, не один раз слышал это слово. Да, от него именно? Да, 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 да. Ну типа, это, короче, если вы не знаете, это вопрос в... Как я к нему пришел? Я самоучка, и мне в какой-то момент главный редактор, который меня воспитывал из Петербурга, Яна Милорадовская, собакуру, я там начинал свою карьеру, она положила, я просто только пришел в издание, она положила пачку итальянского вога и сказала, придумай, курина, придумай, как снять Аршавина, например, типа что-то такое. А ты же с ним работал и с его женой потом. Да. И по итогу, я думаю, а как так? Я тут пришел креативный, молодой, чего я должен смотреть на чужой и копировать? И я очень долго не понимал, что от меня хотят. А на самом деле вопрос, вот то, что мы с тобой обсуждали, что качество и количество источников в тебе заложено генерирует идею в нужный момент. И это как бы основной принцип насмотренности. Поэтому я всегда топлю, транслирую везде, что нужно очень четко контролировать, что вы смотрите, читаете и слушаете, потому что допускаемая вашу голову информация формирует вашу реальность. Да, но насмотренность говном тоже полезна. Для чего? Для того, чтобы разбираться, где говно, а где нет. нет. Подожди. Назови пример говна, тогда, чтобы мы поняли, что мы говорим. Ну, на примере элементарной моды. То есть, когда ты видишь, что это дешевая ебучая вещь, и когда ты видишь, что это действительно сильная, как ты можешь определить, что это дешевая ебучая вещь? Что для тебя показатель? Для меня, ну, вот такой китч, знаешь, когда ты видишь, что опять же, тоже говная жилетка, это плохо. На мне сейчас дешевая ебучая вещь? Ты знаешь, для меня нет, потому что она в контексте тебя смотрится неплохо. А если бы я пришел в меховой жилетке? Это было бы очень плохо. Я бы тебе об этом сказал. Я бы потроллил тебя. Вопрос, понимаешь, жилетка — это мем. И я уверен, что иногда плохо становится трендом. И поэтому... Например? Ну, Филипп Киркоров, например, грубо. Очень смешно, что в прошлом году была выставка Кэмп в Нью-Йорке в Музее моды вместе с Вогом, Метрополитен-музей. И она была посвящена китчу, самоиронии в моде. Кэмп — это называется в Америке. И там все было, как одевается Киркоров. И на том мероприятии, это типа топ, это Оскар в мире моды, он бы был актуален совершенно в любом своем аутфите, в последнем, который за миллион. И вопрос уместности и вопрос контекста и вопрос самый главный, вы должны понимать, что единственный показатель качества работы в индустрии моды, красоты и смежных — это нравится, не нравится. И все. Чтобы понимать это, ты же должен смотреть. Нет, это вопрос твоих вкусовых ощущений. Если как довериться этим ощущениям? Это глобальный вопрос. То есть это типа насколько ты доверяешь сам себе. Ну, это типа такой момент, это другой, это философский. воспитание, опять же, все типа глубже, понимаешь, идет. То есть так или иначе, ты не можешь родиться сразу же с хорошим вкусом. Ты же все равно откуда ты это берешь? Ну, вот как ты думаешь, дети Канни Уэста родились с хорошим вкусом? Дети Уилла Смита? Слушай, я не знаю, я не могу тебе об этом сказать. А как тогда определить вкус человека? Когда ты смотришь на Уилла Смита, ты думаешь, да, он молодец, он крутой. А на детей его? Ты смотришь? Следовательно, он прививает своим детям примерно то же самое. Они смотрят на него, это очень важно, когда ты растешь, ты смотришь на кого-то. Да, но если бы ты родился в семье Уилла Смита, у тебя был бы вкус? Если бы меня воспитал Уилл Смит, через какое-то время я бы понял, что, о, батя мой привил мне вкус. Вот вопрос условий, в которых ты родился, это, безусловно, классный старт, но это не показатель того, что, короче, я родился на Камчатке, вопрос, можно ли вкус врожденно или его можно воспитать? Супер популярный вопрос. география, на самом деле, тоже очень важна. То, что ты родился на Камчатке, я думаю, что тоже определенный отпечаток на тебя наложило и в стиле твоем я бы был стильнее, если бы я родился в семье Уилла Смита или Кэнни Уэста. Ну, ты был бы другим, мы бы не знаем, что было бы, это очень риторически. Я тебе говорю, отвечая на вопрос твой, что контекст, стиль, можно тренировать, мое убеждение, потому что, я по-другому не могу мыслить, я родился на Камчатке, алло, это странное место, посмотрите фильм Дудя, пожалуйста, все, но это жопа, ну, откровенно будем говорить, это одна из самых дальних точек нашей страны. Очень бедная, но при этом очень красивая. И ты не можешь родиться там с таким же уровнем, уровнем, с таким же уровнем, с таким же уровнем красоты вокруг себя, как в семье Уилла Смита в Л.А. Поэтому, но это не значит, что ты не можешь работать или создавать красивое. Ты можешь, тебе просто чуть сложнее это будет делать. Ну, это тоже прикольно. Меня это не парит. То есть вопрос, опять говорю, здесь показатель, вы все должны понять, красивая, некрасивая, Мона Лиза красивая? Нет, я не люблю. Ну, это вот такая же история, тут очень все. Ты не договорил про насмотренность. Так, окей, хорошо, и мы возвращаемся к тому, что насмотренность формируется все же не только из-за чего-то хорошего, но еще и все-таки говно надо посматривать. Слушай, Дженни Калинкин талантливый, потому что он смотрел говно. Я тоже смотрел это говно, это меня сформировало. Но, и ты смотрел говно. Но при этом, если, ты понимаешь, я вот, я даже... А иногда даже хочется, знаешь, посмотреть, чтобы вот и пораздражаться в том числе, и в том, чтобы такое, о, надо так мерзко смотреть, что хочется еще больше. Если ты потребляешь красивое, то твое говно тоже будет, ну, как бы необычно. Вот в моем, вот у меня сейчас, мне сейчас тяжело, голове очень сильно, поэтому жвачка моя, это последнюю неделю, это Гриффина. И, типа, я просто в восторге. Ты сразу же нас тут тролльнул по поводу рвотного корня. Но это плохо или хорошо? Это говно, вот или нет? Нет, нет. Мне кажется, это супер умный, классный сериал, который меня абсолютно устраивает. Но если посмотрит моя сестра, она скажет, что это говно, например, там какое-то количество подписчиков. А я максимально получаю удовольствие, отдыхаю, и единственное, вот последние две недели засыпаю только потому, что я смотрю Family Guy. И все. И это позволяет моей голове выдохнуть. Поэтому тут вопрос, что говно потребляется так же, ну, разное. Это то же самое, говно не говно, это так же красиво-некрасиво. Понимаешь мой посыл? Тут все пытаются моду, искусство, фотографию, смежные моменты приблизить к правилам, так же в образовании, в школах стилистов, которые огромное количество, все пытаются, и даже потребитель хочет узнать какую-то формулу, типа, я очень долго боролся с цветоведьмами. Это люди, которые определяют, стилисты, которые определяют, что тебе идет по тому, какой ты цветотип, исходя из твоего цвета глаз, кожи, и прикладывают к себе тряпки, набор которых стоит 27 тысяч рублей, мы вчера с командой смотрели. А это просто набор тряпок, да, цветных. А, то есть это уже фактура сформированная, форма на тебя ее примеряет. Да, 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 это просто хлопок, самый дешевый, который просто нарезан на куски и обработан самым дешевым способом. И они как бы тебя пытаются определить, что тебе вот, например, ты, значит, у тебя русые волосы, там, типа, зеленые глаза, тебе идет рыжий, например, или какой-нибудь бордовый цвет в одежде. И пытаются дать какую-то формулу для того, чтобы ты выглядел лучше. А индустрия, она совсем не про это. То есть сейчас существует такое количество всего и так много условий, что и потребитель хочет, чтобы им объяснили, как это использовать. И люди, которые хотят работать в индустрии, думают, что тоже так проще. На самом деле, как бы ничего, все супер субъективно и все очень относительно. То есть как бы в моде есть, безусловно, какие-то свои правила, но они для каждого, мне кажется, свои. Ну, то есть вот, типа, Ольга Бузова, наверное, делает какую-то одежду. Или кто-то. Ну, много же исполнителей делает какую-то одежду. Ольга Бузова делает все, по-моему, да. Ну, вот, грубо говоря, ты делаешь одежду, может, ты тоже измеришь? Ну, то есть вот эти люди же, например, какие-то, они уверены, что они делают что-то классно. Ну, где-то продается, хорошо. Ну, для этого есть фильтры, опять же, близкие люди, которые тебе скажут, что, чувак, о-о-о-о-о-о-о, это плохо. Как вот к тебе подходят твои сотрудники, которые говорят, Гоша, ты переборщил, это очень плохо. Так или иначе, у тебя должен быть человек в окружении, который тебе рано или поздно скажет, сволочь, по носу тебе вот так вот, да, скажет, не надо так делать, это херня, это очень некрасиво и некрешо. Ну, очень круто, если у тебя есть такой человек. Ну, так или иначе, ты должен чувствовать, что тебе такой человек нужен, значит, или нет. Многие не понимают этого. Это критика же. Есть ли какие-то вещи, за которые тебе стыдно, когда ты работал? Да, но это... За Андрея вообще нет. Это... Пару проектов, от которых я отказался, когда уже начал работать над ними. То есть за мое поведение в рамках работы профессиональное. То есть когда ты уже начал коммуницировать, ты сказал, о, это не про меня, я ухожу. Да, 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 да. Типа, когда я бросил проекты в середине, у меня было два таких случая. И еще у меня есть один постыдный, когда я проспал съемку, работая в журнале. Расскажи про него. Это супер прикол, что недавно, короче, меня отмечают в Твиттере, внимание, я все, я там больше не появляюсь, потому что я делал телеграм-канал на смотрен, если я рекомендую на него подписаться, ссылка обязательно будет в описании. Короче, меня отмечает человек в Твиттере, что, типа, прикол, это в сторис Ягудина, такой фигурист. Да, да. Как забавно это показал фигуристу. Что он едет в автобусе из самолета, и на заднем плане сижу реально я. Ну, то есть он выкладывает селфи, какое-то типа, ну, типа, с кого-то поздравили с днём рождения, находит совместную фотографию из этого, что это, автобус, и я реально сижу на заднем плане с телефоном. То есть ты не знал всё это время, что летел с Ягудиным? Я знал, но как бы я не знал, что я попаду в его инстаграм. Но у меня есть жёсткая история, за которую мне вот реально стыдно. Я вел очень большой проект, работая продюсером в журнале. Мы снимали, мы находились в Петербурге, но снимали спортсменов, это был какой-то типа олимпиаде, что ли, посвящен номер. Один из самых крутых, кстати, который был с собакой, когда делал журнал. Мы снимали 50 спортсменов на протяжении двух недель. То есть я координировал с помощником или там с коллегой, не помню, кто это был, 50 съёмок. И там была Лисану Тяшева, ещё кто-то. То есть суперкрутого уровня. Мне нужно было придумать, как снять, скоординировать, найти команду. Лисан прекрасный, я очень люблю Лисану Тяшева. Короче, неважно. И это была одна из самых главных съёмок, потому что мы хотели раздеть Ягудина. У него была красивая, ну, классная фигура, наверное, сейчас тоже. Мы хотели, чтобы он лежал в одном из летних заведений Петербурга на лежаке в шортах и коньках, показывая свой торс, какой он секси. Это была фотка на разворот. А ты придумал? Нет. И это была съёмка типа в 10 утра. А так как мы ночевали в этот момент редакции, я очень мало спал, я ещё учился параллельно. Я просто... Съёмка в 10 или 11 утра, я просыпаюсь в время 4 дня, и у меня типа 40 неотвеченных, а телефон на звуке стоит. Я в общаге просыпаюсь и понимаю, что это жопа. Ну, то есть, типа этот кадр, который мы очень долго готовили, и я понимаю, что не дай бог он не состоялся. И мне было так страшно. И я такой думаю, что? Я просыпаюсь и думаю, это всё. Ну, то есть, как бы меня уволят сегодня же. И я понимаю, что не дай бог он не приехал, знаешь, типа, я думаю, кому позвонить, кто был на съёмке, чтобы понять, чё, как прошло. Я звоню визажисту, и она просто ржёт, ну, потому что, типа, главный редактор в какой-то... Ну, сама захотела посмотреть, и познакомиться с ним, и приехала, и она всё разрулила. И просто, прикинь, продюсер просто не приехал на съёмку. И я вспоминаю эту историю, мне до сих пор стыдно и страшно перед Яной, и перед всеми. И он меня... Я выкладываю эту историю, ну, типа, что я отмечаю его, поржать просто. И он такой... И он мне отвечает на эту историю, типа, ха-ха, типа, аааа. И я ему рассказываю, я сделал реально камин-аут перед ним, что, типа, блядь, с вами ассоциируется одна из самых страшных историй в моей карьере. Ну, типа, как я просто проспал съёмку, которую я должен полностью координировать. Но оно состоялось, это был реально разворот, он был голый, но это был капец. Вот за это мне стыдно. Про работу с селебами вообще, как выходит на тебя, именно почему на тебя? Я сейчас не работаю с селебами. Когда ты работал, да. Раньше это всё через глянце. Так как я начинал в глянце, ты просто знакомишься. Единственный способ работать с селебами, либо у тебя должно быть мощное портфолио, сейчас ты можешь написать в Инстаграме, тогда только появился контакт. И почему все идут в журналы, это потому что ты можешь заполучить, ну как бы в доступе контакты брендов, звёзд. И я познакомился так с каким-то количеством людей, и они потом сказали, типа, давай вместе поработаем. С Дворном я так познакомился, мне кажется, с Аршавиным семейства, и не помню, с кем ты. А что значит вместе поработаем? Расскажи про вот эту механику. Они находят твои контакты, они тебе там звонят, пишут, неважно, говорят. И ты одеваешь на звезду на съёмки, на клипы, на концерты, на какие-то выходы и прочее. Ты отвечаешь за их внешний вид в принципе. А на протяжении? Такого времени, насколько у них есть деньги, и у тебя время и потребности. Как рассчитывается время работы? По-разному. Вообще в мире, в отличие от России, засчитывается за лук, то есть за один образ. И, например, если звезда, любая мировая, у неё есть расписание на месяц, что крайне редко бывает в нашей стране, у звёзд. Она говорит, типа, вот у меня есть главные ивенты, я в октябре выхожу туда-то, 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 туда-то. Ну, потому что по-другому не бывает. Мне нужно подобрать примерно вот это и вот это. Ничего даже не говори, там, скорее всего, команда тебя ставит, какие-то установки, может быть, есть какие-то пожелания звезды, но, скорее, это продюсерская вся история. И ты делаешь одну большую примерку, привозишь очень много вещей. Мне рассказывали, как ребята стажировали знакомые у меня со стилистом Рианны, и она приезжала на неделю в Лондон, и помещение было приблизительно как этот театр, всё заполнено вещами, специально подобранными для неё. И дальше она уже со своим главным стилистом ходила и собирала луки, образы, точка. И поэтому в России это обычно так, слушай, мне завтра срочно нужно пойти на вечеринку, я хочу что-нибудь, что выглядит супер дорого, но бюджет у меня 2000 рублей. И ты должен обосраться, привести 15 вариантов, и звезда сама выберет, что она хочет. И у нас по-другому на звёзды, для них стилисты пока ещё, это люди, которые исполняют их желания. Вот, поэтому все вопросы к внешнему виду звёзд, это вопросы к звёздам. Как было с Дорном? Супер. Ванечка, просто любовь. Потому что киевлянин. Всё, в этом главное. Что-то в Украине какой-то особый флёр. В Украине особый мозг у людей. Опять же, с чем это связано? Мы же с тобой говорили и про Камчатку, в том числе, и про родиться в семье Вилла Смита. Что это? Потому что исторически, насколько я понял, Украина ближе к Европе, и много циркулировало людей. Можно так сказать? Циркулировало вообще, такое слово. Много людей мимо проезжали. И поэтому она ближе к Европе, они более открытые по всем абсолютно вопросам, более креативные и вообще красивые очень люди. Что ты ему делал, что ты подбирал Дорном? Слушай, мы с Ваней работали очень давно. Это был Стэцемен альбом. Я делал одну съёмку большую. Делал ему, мне кажется, самый большой, возможно, концерт до сих пор в истории. Мы, по-моему, это было 5 или что-то, 7 тысяч человек в Ледовом, в Питере. И я делал костюмы для шоу. Для всей команды? Для всей, да. Ну, там команда сколько? Три человека. Ну, танцора ещё 5 на тот момент было. Но это был просто разрыв. И это было довольно круто. И тоже всё на абсолютно взаимной любви. Ваню я полюбил сразу же, когда пришла... Мы очень волновались, потому что не только начинали, с ними была большая фэшн-стория, то есть это там 10-12 разворот, 24 полосы, короче, страницы. В журнале. И мы очень долго готовились, потому что все молодые звёзды в России, особенно, очень сильно с гонором. И они дико выносят мозг. И ты как бы там танцуешь вокруг них, типа ля-ля-ля, давайте так. Ну, то есть как бы это прям тяжёлая история. Я очень не люблю работать шоу-бизнесом. И по итогу приехала команда, я до сих пор помню, как Рома Бестселлер, они раздевают, они снимают футболку, снимают её так, чтобы не испачкать в макияже. Понимаешь? Вот так вот, типа, чтобы они понимают, что она потом вернётся в магазин. И я смотрю, типа, такой, говорю, а я вообще, типа, я работал на тот момент лет 5, наверное. Я первый раз вижу, чтобы звезда так делала. Первый раз. Я работал с огромным количеством звёзд. И я такой, типа, а что? Да? Говорю, ну мы же, типа, да. И они вешают назад это всё на вешалку. И я просто сижу вот так вот. И я в этот момент просто готов был сделать всё для них, что только возможно, потому что до сих пор к стилистам относятся звёзды, в частности, как, типа, ну, к прислуге, что ли, понимаешь? Почему наши звёзды позволяют себе так себя вести? Потому что очень сложно вынести популярность и деньги лихие. И я тоже не уверен, смог бы ли я понять себя, как вести, если вдруг неожиданно на меня упадёт успех. Понимаешь? Ну, я понимаю, но так или иначе можно соблюдать субординацию. Ну, воспитание может быть, но они не готовы. Все люди, ну, то есть, прикиньте, вот мы с тобой из глубинки, тут, типа, у тебя завтра на канале 6 миллионов подписчиков. И просто жопой жуй денег. И ты покупаешь себе квартиру, роллс, и ты уже по-другому смотришь. Я не знаю, как бы я стал себя вести, но так или иначе ты вспоминаешь, откуда растут ноги, ты понимаешь, почему ты к этому пришёл. К сожалению, нет. Типа, вообще нет. И самое удивительное, что чем меньше роллс, даже если ты на него, у тебя до сих пор съёмная квартира, но вся команда для тебя чмари. Ну, то есть, я не знаю, откуда это. И это очень, к сожалению, большая проблема. Ты сейчас про кого-то конкретного говоришь? Антон? Не-не-не, ну, правда, так относится. Это очень... Поэтому вот есть два типа людей, с которыми я не стараюсь не работать, это шоу-бизнес и политика. Это вот прям типа... Есть два типа людей, с которыми стараюсь не работать, это шоу-бизнес и политика. Вот, например, ты чётко ли понимаешь, чем я занимаюсь? Я думаю, что в процесс погрузиться я не могу, ввиду того, что, ну, я просто никогда не был задействован в чём-то похожем. Точно так же, как и ты не можешь понять устройство работы на радио. Да, это сто процентов. то есть ты в целом знаешь, что это, и примерно понимаешь, что надо сесть перед микрофоном и что-то сказать. Так же, как и я понимаю, что тебе нужно помочь кому-то в том, чтобы он был так или иначе приобщен к стилю, моде и какой-то вашей индустрии. Да, видишь, и может быть, этот снобизм, про который мы уже говорили, он связан с тем, что я очень же топлю за качества, в том числе тех, кого я выпускаю из школы. И многие до сих пор в России, что удивительно, не до конца понимают, кто такой стилист, даже те, кто ко мне приходят. Кто такой стилист, Гоша? Что многие думают, что это правда блогер, скорее сейчас. Раньше думали, что это человек, который классно проводит время, тусуясь на показах, это был, и для меня тоже, это был некий доступ к светской хронике и к некому сообществу, куда ты, ну, для меня была, наверное, главная амбиция, почему я туда пошел в Глянец, чтобы попасть в светскую хронику. А сейчас стилисты думают, что через моду ты можешь стать популярным, понимаешь? То есть не просто там, типа быть каким-то в узком круге профессионалов, классным, а можешь, ну, типа блогером. И поэтому сейчас... В тщеславие движет всеми. Абсолютно. И поэтому рынок заполнен стилистами, потому что огромное количество школ, и правда сейчас самый пик, которым она будет, я думаю, что больше, чем сейчас не будет, потому что, ну, новые проекты не выживут. Очень большая конкуренция. Но... стилистов много, но качества вообще никакого. Я как... Вот я приехал 8 лет назад в Москву, было 10 стилистов коммерческих, их до сих пор 10. Именитых, понимаешь? Не именитых. Ну, то есть так или иначе знают тебя, знают Рогова, и кого-то еще, кто так или иначе находится в поле. Нет. Или мы многих не знаем. Вы не знаете огромное количество людей, потому что, например, все коммерческие съемки в Москве, клипы, шоу даже на Ютьюбе, фотосессии, всякие рекламы мегафонов, билайнов и прочих, их стилизуют. И это, типа, 10 человек. И они зарабатывают очень большие деньги, у них очень дорогие съемочные дни, но их больше не становится. Потому что все приходят и ждут быстрого успеха в индустрии, а это не получается. И поэтому они уходят, либо просто остаются в моменте шоппинг-сопровождения и на данный момент у потребителя, и у потребителя моей школы, в частности, до сих пор представление о том, что стилист – это тот человек, который ходит как подружка вместе с клиентом по магазинам и оплату получает по часам. Это не так. Это гораздо шире, интереснее, сложнее, круче профессия. И до сих пор, вот правда, у Рогова нет конкурентов, у меня нет конкурентов. И это удивительно. У меня про ребят из Slow Fashion. Ты слышал про них? Нет? Не знаю, что это такие. У них написано, сейчас я прям тебе даже процитирую. Что такое Slow Fashion? О нас. Мы против современной индустрии моды. Прекрасно. И дело не в дизайне и вкусе, а в ее влиянии на общественное сознание. Здесь они пишут про свой аккаунт, который относительно недавно завели. Будем рассказывать о том, как быстрая мода Fast Fashion заставляет нас покупать все больше одежды и аксессуаров, насколько на самом деле быстро устаревают вещи, которые продаются в бутиках, как не идти на поводу индустрии и стать более осознанным потребителем. И вот такая моя реакция. По-моему, это немножечко лицемерно, потому что говорить про индустрию моды, которая уже сформировалась и которая всех заебала, это навязывание, опять же, новой моды, вот этого вот Slow Fashion, типа мы против. Что это такое ты мне прочитал? Я тебе прочитал ребят, которые вот сейчас начали появляться активно в соцсетях, я недавно их замониторил, их рогов репостнул, если я ничего не путаю. Называется аккаунт Design Without a Designer. Не знаю, что таких чуваков. Слушай, мода в кризисе, я не отрицаю, но давить на это и использовать это как УТП, это типа смешно сейчас. Ну да, то есть это такое, знаешь, подмена понятий. Как будто бы мы против моды, но мы хотим навязать вам свою моду без моды. Я недавно знал термин GreenWash. Ты знаешь, что это такое? Нет. Это когда люди и бизнес претворяются экологичным, хотя таким не является. Да. И мода такая же. Вы должны очень четко понять, что мода это мыльный пузырь, это индустрия добавочной стоимости, потребление, которое тебе не нужно, кроссовки новые, которые тебе вообще не срались, потому что старые, в прекрасном, нормальном состоянии. На этом она построена. И у нее кризис сейчас, потому что производится столько, что все заебались. Я заебался конкретно от этого. Ну, кстати, сейчас во время пандемии, по-моему, вся летняя коллекция... Все в порядке. Все в порядке. Нет, летняя коллекция масс-маркетов Шмоток даже в жопы. Ну, так и все ребята, которые топят за экологичность, они против. И такие, а-а-а, все стоит. И в этом-то и прикол, что ничего не стоит. Все как производится, так и продолжает производиться. Просто это новый формат, и тут мы не можем до конца сейчас разобраться, кто из этого использует GreenWash, кто из этого правда топит за то, что мода заебала, и типа мы хотим новую моду, но это цикл. И в моде это уже было. И в 80-х было то же самое. И в 90-х все-таки нас заебал гламур, нам надоели синтетические ткани, блестящие начосы, как в Интердевочке. Понимаешь, о чем я говорю? Мы хотим минимала, и появился Кельвин Кляйн, Хелимут Ланг и Маржела. И все такие типа, о, давайте носить рванину, мы типа против моды. Это все чушь, понимаешь? И в этом-то и прикол моды. Это такое очень заигрывание с потребителем. Потому что бренды хотят зарабатывать. Конечно, это бизнес. И мода, и бизнес. Это не про творчество, это про бабки, понимаешь? Хорошо, тогда получается та же самая экологичность. Расскажи мне, как по-твоему, что такое вот это вот переработанные вещи? Это вообще норм? Что это? Из переработанного сырья? Я очень активно этим интересуюсь сейчас. И это очень сложно. Это норм. Это прикольно. И даже гринвошинг. Я очень долго обсуждаю сейчас с ребятами, которые тоже этим интересуются. Даже круто, что это входит в моду, потому что лучше будет это. И пусть кто-то там типа пытается на этом нажиться, но лучше пускай потребитель... На самом деле, очень тяжелая ситуация. И лучше пускай потребитель как бы с этим хотя бы знакомится, чем... Ну, мы будем опять навязывать о том, что нужно покупать новое. Понимаешь? Какой вопрос? Ты покупаешь себе что-нибудь из переработанного сырья? Есть у тебя одежда такая? Да. То есть ты интересуешься? Да, но... Я интересуюсь, я не потребитель, я не топлю за... Я за... Знаешь, какой сейчас у меня... Я шмоточник. Я люблю моды, я хочу новые кроссовки, хочу соответствовать трендам. Ну, как бы, понимаешь? Подожди, мусор ты сортируешь? Да. Прикинь? И я это начал делать в пандемию. Я начал мыть пластик. Прикинь? Это полная жопа. Но если бы у меня кто-то сказал мне два месяца назад, что я буду это делать, я бы поржал. Я, короче, знаешь, в какой момент забил на это, когда я увидел, как в моем дворе из того же контейнера, из обычного общего мусорного и пластикового скидывают все в одну машину. Не-не-не, я просто выяснил, куда нужно относиться, я отношу, теперь я хожу пешком, типа я отношу специальный контейнер для пластики. Это очень сложный вопрос, но я просто это делаю для себя, я стараюсь как-то очень не давить на это и не пытаться шеймить, потому что есть другая проблема и той, и экологичности, и дизайна, вот про которую ты говорил, как это называется? Slow fashion. Slow fashion. Bullshit, да. Что есть еще момент, типа шеймить за то, что ты так не делаешь. И эко-шеймеры это самые страшные люди, которые говорят, какого хуя у тебя пластиковый стаканчик стоит на столе? Типа ты нормальный человек, это нельзя делать. Или почему ты покупаешь больше, это неправильно. И как веганы, которые говорят, тебе навязывают, что не надо есть мясо, понимаешь? Ну да, это непринятие людей людьми, все понятно. А я никому не навязываю, я это транслирую в своих соцсетях, потому что меня это реально интересует, и я делаю прямой эфир, потому что мне правда интересно, реально, ну что происходит с мусором в Москве? Ну вот просто, насколько это вообще возможно, что мы в жопе, я не вижу этих свалок, и я не осознаю. И я обсуждаю с ребятами, которые типа занимаются сортировкой, ну как бы прикольно это или нет. Это никому не интересно, но это интересно мне, и поэтому я про это рассказываю. И я никогда в жизни тебя не зачморю за то, что у тебя стоит пластиковый стаканчик и вот этот, и потому что я уверен, так же, как и ты, так же, как и я, два места назад, ты не знаешь, что из них полезнее. Понимаешь? Да. Поэтому мода как бы, ну это прикольно, но слово фэшн, это, ребята, поверьте, все масс-маркет вам тоже начнет топить, что слово фэшн, это хорошо, чтобы вы точно так же потребляли. Это бизнес, с модой ничего не произойдет. Знаменитый тоже твой разгон, серьезно? Разгон про, ну ты же сам, ты же сам говоришь, да, я очень хочу водички, будь любезен. Ты сам постоянно говоришь, что это я придумал, термин осмотренность, это я придумал, это мы написали, это мы сделали. Я пытаюсь топить за это. Да, и очень часто в твоих речах красных пролетает слово диджитализация, господи, прости. Окей, да, это мое... Поясни, пожалуйста, о чем ты говоришь, когда ты поднимаешь тему диджитализация моды, ну то есть это что? Это одевать, одевать себя типа маленькое эмодзи на экране и покупать ему какие-то маленькие вещи, типа к этому все придет или что? Я не могу сказать тебе ответить на этот вопрос, но у меня... Я всегда бесился и очень сильно ругался на родителей, что мы... Так как я учился в суперхеровой школе и мы бухали водку с классным руководителем, Юлия Николаевна... Это заметно, кстати, Гоша. И эта сука говорит, что я как бы сноб. Они поняли, что меня нужно спасать и отправили меня в техникум учиться. Я техник по компьютерам по первому образованию. Я вообще не понял. Они купили мне ноутбук, компьютер, знаешь, с выпуклым монитором таким и у меня были дискеты. Это называлось компаньон, по-моему, нет? Такой был же? Был же компаньон, ребята? Был, был, было такое. Я не знаю, что такое компаньон. А у меня был ПК. На нем можно было играть. Не, у меня был ПК супер какой-то заряженный и родители очень сильно вложились в мое образование и отдали мне на среднюю специально после девятого класса. Я всегда бесился, типа, зачем мне visual basic C++ вот это дерьмо, нахера, бухучет, блядь. Ну, в смысле, я как бы литература, изо там, ну, понимаешь. И я понял вот недавно совершенно, я очень, у нас были скандалы после на эту тему. Я их лечил всю свою жизнь, что типа, нахера, почему вы не слушаете детей с момента? Для меня это травма, когда детей из детей продюсируют родители то, что они сами не смогли делать, для меня это очень больная тема. Ну, вот как сына Вилла Смита, например. И я не очень глубок с Джейденом. Джейден, Джейден. Да, его творчеством. Короче, я сейчас понял, что я уже три года интересуюсь, у меня есть такой челлендж. Моему племяннику 14 лет, будет сейчас 15. И мне, я очень активно участвую в его воспитании, типа, потому что я для него как старший брат. И он не задает сейчас всегда самые странные вопросы, которые он не задает семье своей. И это человек, который проводит все свое время в PlayStation. Типа, у него есть шлем виртуальной реальности. Ну, короче, он геймер. и при этом супер талантливый, очень умный чувак. И он такой иногда мне залечит, что мои сверстники меня не могут догнать даже до сих пор. Знаешь, он не интересуется психологией. Ну, короче, супер вообще поколение Z лучшие люди на земле. И я понимаю, что профессия стилист глобально, она в какой-то момент пропадет. Ну, то есть, она не будет никому нужна. И я это очень четко осознаю. Не понимаю, что вещи пропадут? Нет, вещи останутся. Не нужен будет навигатор. Сейчас стилист это как бы проводник твой в огромном количестве вещей, которые существуют на рынке. Ну как, навигатор это тот же вкус, которого у тебя нет, правильно? Ну да, но потребитель становится образованней. Либо у него прощаются запросы, либо мода придет к тому, что она сама будет никому не нужна. То есть, есть вероятность того, что мода просто превратится в, ну, грубо говоря, какую-то униформу. Ну, понял? Не понимаю, ну, то есть, вы же сами являетесь, в общем-то, создателями того, что люди должны образовываться в моде. Да, так мы их образовываем, и поэтому они шарят. Вы сами губите сами себя? Они шарят, да, да, да. Это нормальный, абсолютно, процесс. Как все придет в диджитал? Не понимаю. Есть сейчас огромное количество проектов, которые заменяют стилиста в отношениях магазина клиент. Один из крутейших в Америке есть сервис, который называется Stitch Fix. Я рекомендую вам посмотреть, но доставка сейчас, к сожалению, они работают только в Америке. Вы можете, но там очень интересная анкета. Ты заходишь на сайт, отвечаешь на какое-то количество вопросов, типа, какая посадка джинс вам нравится? И там, типа, варианты ответа. Какие принты тебе нравятся? Варианты ответа. То есть, это то, что я спрашиваю у клиента, понимаешь? Типа, какой стиль тебе... И он таким образом, это очень крутая анкета, определяет твой вкус. Дальше ты пишешь, сколько ты готов потратить на вещи, сколько ты готов потратить на шмотки в месяц, и выбираешь подписку. Одноразовая, месяц, три месяца, полгода, год. И тебе с определенной периодичностью приходит коробка, в которой по твоему размеру луки, образы, и в которых написана инструкция, как это носить. Понял? То есть, типа, вот этот лук понедельник, вот этот вторник и прочее. И это один из самых крутых диджитал-проектов в моде за последнее время, который за пять лет привлек несколько раундов инвестиций, который... А девочка начала все с таблицы в Excel, она просто решила структурировать запросы клиентов. Ну, фактически, это тот же самый стилист, который убирает... Но ты не контактируешь с ним. Да, который убирает живого посредника из этой цепочки и помогает тебе это сделать. Второй крутой проект называется Zozo Suite. Азиаты поняли, что огромное количество проблем онлайн-торговли это возврат товара. и возврат товара не только потому, что в них фоткаются, да, это тоже одна из проблем, почему товары возвращают. Что? Ты покупаешь вещи, фоткаешься, возвращаешь. Не, подожди. Так делают все. Подожди, не, я знаю, что люди покупают вещи в масс-маркетах, сохраняют чеки и в течение недели, там, сколько дозволено дней, возвращают их просто как будто бы им это не подошло, сходив на вечеринку. Ты правда не знаешь? Ну да, нет. Я не знал. Все стилисты работают следующим образом. Зачастую, особенно на крупной съемке, стилисту дается бюджет, он идет по магазинам, покупает, в этом все фотографируется, если там или снимаются, делают видео, если вещь не подошла, это потом возвращается в магазин. Ты можешь купить вещь, и скорее всего, если вы покупаете вещь, и она какая-то такая немножко приболевшая, то ее уже кто-то поносил. В этом это нормально. Так делается практически во всем мире. Вот, точка. Это первое, я просто говорил. Про Zozo Suit. Zozo Suit. Короче, и возвращается еще, потому что тебе не подходит размер. Проблема онлайн-шоппинга, это то, что тебе размер не подходит. Ну, ты онлайн покупал что-нибудь на эти вещи? Конечно, постоянно покупаю. Тебе подходит все идеально садиться? Нет, ну я заказываю сразу несколько, ну вот типа на Ламоде я заказал себе. Но там другой сервис, они привозят размер, и ты можешь сразу же сдать, правильно? Ну да. Да, тут проблема, что люди возвращают, и пока вещь едет, производитель или бренд, или онлайн-магазин теряет, потому что срок проходит, вещь идет на сейл, и он то, что мог заработать, понял, по сроку, там две недели возврата, он теряет прибыль с этого. И они посчитали все это и придумали костюм, он стоит 150 баксов, и это приложение, он такой как водолазка и до носков, ну вместе, ну и как носки. Я очень хочу себе такой костюм, обожаю водолазка. Покупай, 150 баксов, ZOZUSYUT, и ты просто его меряешь, когда тебе это необходимо, он измеряет каждый твой показатель, и предлагает тебе в интернет-магазине большом, типа как Ламода еще больше, как Форфейс, наверное. А, то есть в этом костюме нельзя ходить по улице. Да. Чем же он не нужен? И тебе предлагают только то, то, что тебе идеально по размеру подойдет, и ты уже сокращаешь возврат. И такие процессы как раз-таки говорят о том, что профессия стилист, потому что я должен подобрать стиль клиенту, который ему нужен, подобрать это классно по размеру и качеству. Это все вопросы онлайн-торговля решит. Поэтому я уверен, что стилисты это все, типа, уйдет как-то очень узко, они останутся, но шопинг-сопровождение никому не нужно будет. Почему же ты не перестрахуешься и не разработаешь что-то подобное для того, чтобы каким-то образом сделать себе подстилку, и если вдруг тебя живого захотят исключить как звено из этой цепочки, то у тебя будет, например, свой Zosu suit, и вы будете предлагать что-то... Я очень этим интересуюсь. Я максимально слежу за... Почему мне интересует еще цифровая мода? Потому что я понимаю, что моему племяннику, который 14 лет, ему срать вообще на одежду. Этому поколению очень срать на внешний вид. И они за комфорт, и там Билли Айлиш, грубо говоря, там кумир их, который, не знаю, экстасион, они не парились. И... Но в этом же тоже есть стиль. Да, но это не одежда, которая... То есть это такая очень продуманная история, как у того же Шая Лабаф, который, знаешь, он ходит на улицу, типа вот просто так. Это новое потребление. Это типа перепотребление. То есть он ходит в Шая, ходит в секунде. Он ходит в одном и том же. Но он сделал из этого моду. Да. И он ходит в... Это моду, понимаешь, типа назад убивает. Но мода тоже не дура. И они делают следующее. Коллаборация Final Fantasy с Луи Виттон. Коллаборация Лиги Легенд с Луи Виттон. Они разрабатывают для всего компьютерной индустрии кубок и футляр, в котором он хранится. Скины, которые ты можешь купить в игре. И я вообще понимаю, что... Скины всегда можно было купить в игре. Ли Виттон? Линейдж 2. Ну нет, конечно. От Луи Виттон? Ну окей. Все тогда. Завали тогда. Это всегда были железные... Человечки. Всегда были деньги живые. А теперь это ты можешь купить не просто скин, а ты можешь купить скин от Луи Виттон, потому что моему племяннику единственный скин, который может заинтересовать, это не физический. И вот это вот все, что происходит, то у меня есть фотки в Инстаграме, где в диджитал вещах. То есть вещей, которых нет. Потому что мне нужна фотка одна. Я фоткаюсь в шмотке, и она мне в принципе больше, ну как бы, не нужна. А это цифровая на мне одежда, это проекция, ребята. Это зеленая просто. Такой дорогой продакшн, что тут все снимается на хромаке. Все, я все сказал про диджитал. Бэм, дроп. Еще есть вопросы. Гош, подари пончо. Пончик могу тебе подарить только. Ты смотри, где я и где пончо. Это было очень круто. Подожди, мы все сказали? Все, пожалуйста, приходим ко мне на онлайн курсы в Скулгош. Что еще нужно сказать? Не подписываемся на мой YouTube-канал, самый лучший канал в мире. Сколько стоит обучение в Скулгош? 39 тысяч рублей, три недели, три раза в неделю. Убери руку, не закрывай мою камеру. Сука. Три недели, три раза в неделю вообще. Количество мест ограничено. У меня последние, кстати, курсы в этом году. А когда выходит выпуск? Пока не ясно. Но в октябре? У меня в ноябре старт. Да, в октябре вы успеете. Да, короче, ребят, последние курсы в этом году, следующие, скорее всего, весной. Так что не тупите. Может быть, я надеюсь, что будут места. И у меня два курса, базовый и про. Мой телеграм-канал, насмотренность, который появился месяц назад. Мой YouTube, Гоша Карцев. Мой Instagram, Гоша Карцев. Мой тикток, Гоша Карцев. Везде все совершенно одинаково. Пишется. Все классно. Все. И что еще нужно проекламировать? Супер, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Я молю вас, сделайте его популярным, пожалуйста. Хочу больше, чем мы стоимно собрать. Комментарий, подписка. Конкурс будет? Я поэтому про понча и спрашиваю. Поделись этим видео в социальных сетях. Отметь меня, отметь Владе. Короче, лайк, шар, коммент, подписка. Гоша, спасибо тебе, что дал понять, что ты не сноб. Это, кстати, не понял, мне кажется, этого. Субтитры сделал DimaTorzok